С недавних пор компания BMW завела традицию представлять новые модели одновременно с их электрическими двойниками. Также вышла с компактными кроссоверами X1 и iX1. Видимо, баварцы стремятся избавить машины на батарейках от имиджа технической диковинки, который сохраняется и за ними, несмотря на все старания. При желании тут можно разглядеть борьбу с углеводородным шовинизмом, мол, все машины равны в правах. Нынешний X1 подрос по всем параметрам. Он стал на 5 сантиметров длиннее, на 2 шире и аж на 4 сантиметра выше. Впрочем, половина прибавки по высоте приходится на возросший дорожный просвет, и она может быть нивелирована установкой М-подвески, которая опустит кузов примерно на прежний уровень. В придачу кроссовер стал еще и на 60 килограммов тяжелее предшественника. Старый, привычный мир олицетворяет сборная из бензиновых и дизельных автомобилей. Роль младшего досталась полуторалитровому бензиновому мотору мощностью 136 лошадок. Топовая версия, тоже бензиновая, с двухлитровым двигателем на 218 лошадиных сил. Впрочем, у старшей дизельной модификации лишь на несколько лошадок меньше, зато на 80 ньютон-метров больше. Роднит их и наличие стартер-генераторов, которые помогают при разгоне. То есть здесь имеем дело с мягкими гибридами. Причем вскоре появятся подзаряжаемые гибридные X1, способные проезжать почти 90 километров, вообще не используя ДВС и разгоняясь при этом до 140 километров в час. Чистый электрический iX1 в цифрах выглядит интереснее. Пара электромоторов по одному на каждую ось развивает 313 лошадиных сил в пике и 272 на постоянной основе. Это позволяет разгоняться до сотни менее, чем за 6 секунд. Вот только максимальную скорость ограничили на уровне 180 километров в час. Возможно, чтобы адептам ДВС было не так обидно, а заодно, чтобы не дать владельцу слишком быстро разрядить аккумулятор. Если раньше электромобили BMW наделяли космическим дизайном, то iX1 внешне можно отличить главным образом по голубым декоративным вставкам. И достоинства, и, разумеется, недостатки у электрической техники по-прежнему есть, хотя производители предпочитают делать вид, что их нет. Во всяком случае, на уровне маркетинга и дизайна. КОНЕЦ